Кто управляет прошлым, тот управляет будущим. Кто управляет настоящим, тот управляет прошлым. Джордж Оруэлл Роман с украинца Семена Климовского «Ехал казак за Дунай, облетел весь мир и уже давно стал народным». Его обработкой занимался выдающийся композитор Людвиг Ван Бетховен. А в 1925 году сюжет песни 19 раз обыгрывали на сцене Нью-Йоркской оперы. История произведения незамысловата. Казак покидает любую девчину и отчизну. Едет на территорию Османской империи за реку Дунаи в поисках лучшей жизни. Что его там ждет, известно лишь Богу. Вскоре после ликвидации российской императрицы Екатериной II Запорожской сечи казаки возрождают былую славу на турецких землях. За Дунаем. Какие цели преследовала Россия, оттесняя казаков за Дунай? «Высление запорожцев за Дунай». Выселение их за пределы Украины означало уничтожение исторической памяти народа. Где нашли пристанище? Украинские сечевики. «Свободно жить, свободно работать. Можно исключительно только там, где тебе дадут такие условия. А на тот момент подобные условия могли дать прежде всего Османская Турция». Кого приютили за Дунайцы? «Туда бежало огромное количество крепостных с территории Российской империи. Запорожцы за Дунаем». Летом 1775 года российская императрица Екатерина II издала судьбоносный манифест о ликвидации Запорожской сечи. В документе ни слова не было о заслугах запорожцев. Царица объявила их вне закона. Сечевиков назвали «бандой пьяницы-разбойников». Форпост разрушили и сожгли дотла. Однако казачество не удалось вычеркнуть из истории. Оно тут же возрождается на широких просторах Дуная. Конечно, часть бывших запорожцев разошлась по своим зимовникам, хуторам, селам и городам. Вчерашние войны стали обычными крестьянами или мещанами. Но многие казаки отплыли к берегам Черного моря, на Крымские земли и осели на разоренном российско-турецкой войной полуострове. Выселение запорожцев за Дунай включало сразу несколько стратегических целей для Московии. Первое – это мощный военный пласт. Второе – историческая память украинцев. И третье – это были пассионарные люди. Выселение их за пределы Украины означало уничтожение исторической памяти народа, уничтожение примеров. Хотя с точки зрения регулярных войск казаки уже не имели такого особого значения. Это были скорее разведывательные или партизанские формирования. Однако они всегда могли взбаламутить население. Они всегда апеллировали к славному прошлому и будоражили украинскую память о казачестве, о самостоятельности. В 1777 году Османская империя воспользовалась сложным положением Крымского ханства и вернула под свой контроль все земли Черноморского побережья от Буга к Дунаю. Именно там и обитали остатки запорожского войска. Так казаки оказались под турецкой юрисдикцией. Делегация сечевиков из 40 человек отправилась на переговоры к султану Абдулгамиду I. В 1778 году, после некоторых раздумий, он официально принял казаков под свою власть и разрешил им основать новую сечь на землях в Гельте Дунае. По легенде, когда султан велел запорожцам присягать на верность Турции, то они насыпали в свои сапоги принесенную с собой родную землю и гордо произносили слова «На чьей земле стоим, той и служить будем». От себя же султан якобы вручил освященную константинопольским патриархом Харугвь. Это был знак того, что Османская империя не имеет ничего против православной веры запорожцев. Интересно было то, что фактически запорожцы перенесли всю сечь за Дунай. Хотя некоторая часть казаков осталась, а некоторая позже уже пошла на Кубань. Но за Дунай фактически пошли наиболее непреклонные, то есть те, которые были готовы остро противостоять империи. И они за собой перенесли фактически весь уклад Запорожской сечи. Поэтому, когда мы говорим, что украинская государственность была лишь давным-давно, 300, 500 или 1000 лет назад, а потом ее не было, то это неправда. Запорожцам за Дунаем турецкая власть разрешила свободно рыбачить, охотиться и даже селиться с лободами вместе с женами и детьми. Военным предоставили символ казацкой власти – клейноды, булаву, бунчук с двумя хвостами, печать и хорубь. На ней с одной стороны на белом поле был золотой крест, а с другой – на черном поле серебряный месяц. По данным Института истории Украины, население задунайской сечи составляло от 15 до 20 тысяч человек. В ее состав входило три слободы, в которых селились женатые запорожцы и вообще простые крестьяне. Территория была по сути украинской автономией в Османской империи. Свободно жить, свободно работать можно исключительно только там, где тебе дадут такие условия. А на тот момент подобные условия могли дать прежде всего Османская Турция. Поэтому им были созданы условия, им дали возможность беспошлино торговать, им дали достаточные территории для того, чтобы они имели собственные большие хозяйства, как они имели прежде всего на сечах до этого, на той же самой Хортисской сечи. Поэтому они получили все условия и они выполняли те задания, которые им были поставлены. Прежде всего охрана границ. На тот момент Турция нуждалась в подобном, потому что она вела постоянные войны в Европе, она вела постоянные боевые столкновения и войны с Россией, поэтому им необходимо было иметь какой-то буфер между собой. Вот роль такого буфера традиционно исполняли казаки. Задунайцы чтили обычаи предков и вели уклад Запорожья. Высшим органом власти оставался военный совет, который избирал старшину, кашевого атамана, судью, писаря. Почетом пользовался и толмач-переводчик с турецкого. Во главе каждого куреня стоял атаман. В военном совете участвовали все казаки. На сече существовала школа и библиотека. Задунайская сечь пополнялась многочисленными выходцами из Украины, которые бежали от российского крепостничества. Постоянный поток эмигрантов подтверждал, что православному люду под властью турецкого султана оказалось привольнее, чем в Российской империи. Спецификой существования Задунайской сечи было то, что туда бежало огромное количество крепостных с территории Российской империи. Там происходило закрепощение. Фактически люди входили в некий конфликт с администрацией, с господами. Часто кровавый конфликт. И они бежали на Задунайскую сечь и жили там свободно. И можно сказать, что этих беглецов было достаточно большое количество десятки тысяч. Они там получали привольную жизнь очень часто вместе с семьями, хотя добирались туда, преодолевая сложные водные преграды. Это происходило довольно драматично. Однако Россия вскоре поняла, что задунайская сечь — это мощная сила, которая стоит на защите турецких границ. Историки пишут, что царские эмиссары постоянно обещали казакам всякие почести и блага, лишь бы те оставили султана и вернулись под царскую руку Москве. Во время Второй русско-турецкой войны 1787 года российская императрица Екатерина II обратилась к задунайцам. Она просила вернуться казаков на родину и принять участие в войне против турок. Но старые казаки еще помнили пылающий частокол Запорожской сечи и не могли простить смертей своих побратимов. На этот раз посулам императрицы не поверили. Шли годы. За полвека существования задунайской сечи сменилось не одно поколение казаков. Молодежь росла на демократических принципах, не зная тягот российского крепостничества. И многие мечтали вернуться в Украину. Кроме этого, казаков не устраивала повинность в виде обязательного участия в турецких походах против таких же православных, как они, греков, сербов и хорватов. Также с годами за Дунаем накапливалось и много крестьян, беглецов из порабощенной Украины. Они все тосковали за родным краем. И вот с началом очередной российско-турецкой войны московское правительство вновь начало манить задунайцев. Казаки использовались в этот момент уже для войн в Европе, прежде всего на Балканах. И как раз разделение казаков за Дунайской сечи произошло тогда, когда Турция в очередной раз вошла в войну с Россией. И вот тогда казаки православные понимали, что им пришли тяжелый выбор. С одной стороны мусульмане, а с другой стороны это уже не православные Балканы, а православные уже Московии. И, соответственно, значительная часть, а если быть точным, то почти половина казаков решила перейти на сторону московского царства. И таким образом фактически подписала смертный переговор сечи. В мае 1828 года полуторатысячное войско во главе с Кашевым Иосифом Гладким перешло на сторону царской армии. Из него создали азовский казацкий отряд. Султан измены не простил. Турки разрушили за Дунайскую сечь. То есть была часть казаков, которая начала ориентироваться на Московию. И была старая старшина, которая категорически не хотела иметь с Россией ничего общего. И во время очередной российско-турецкой войны фактически эти молодые казаки взяли верх над старыми. Все это привело к тому, что османское правительство достаточно жестко уничтожило наследие за Дунайской сечи. То есть тех казаков, оставшихся, которые не перешли на сторону Московии. Они понесли серьезный урон от турок. Кто остался в живых и не пожелал возвращаться под власть России, осел в Бессарабии, ныне Одесская область Украины. Кто-то переехал на земли Баната, западная Румыния, в Воеводину, сейчас Сербия. Много задунайцев принимало участие в войне против Османской империи и внесло свой вклад в победу России. По Адрианопольскому мирному договору от 1829 года от Турции к московской власти отошло устье Дуная и восточный берег Черного моря. Но будущего у запорожских казаков не было. Российской империи, по сути, не нужны были даже лояльные украинские казаки. Их использовали только в войнах, как пушечное мясо. Московия вела политику тотальной колонизации Украины и стремилась отобрать исконно-казацкие земли. По мере того, как Россия с Турцией смогли договориться, запорожская сечь в том виде, которая существовала и на территории Российской империи, и на территории Османской империи, перестала интересовать и одного главу государства, и другого государства. Поэтому они уже от нее просто избавились. Задунайскую сечь стерли с лица земли в 1828 году. Так окончилась славная история казацких форпостов, длившаяся с 1555 года. Года основания первого укрепления на острове Хортица. Мы сейчас иногда читаем истории, иногда читаем книги, когда бывала целая группа людей, проживала в каком-то городе, и их называли казаками, несмотря на то, что как такой сечи уже не существовал десятилетиями. Эти деды продолжали рассказать истории, которые фактически будоражили Украину, и доносили до потомков, что мы были свободными, что мы имели собственное государство, и мы за это воевали. Задунайская сечь на целых полстолетия продлила политические и государственные традиции запорожской вольницы. Она дала пристанище десяткам тысяч беглецов из порабощенной Украины. Эта сечь действительно легендарная. Она свою лепту фактически в формирование украинской истории внесла. К сожалению, закончилась история этой сечи печально. Фактически переходом половины казаков снова под юрисдикцию, под протекцию Российской империи и уничтожением второй ее части. Но в любом случае, эта смерть людей не была напрасна, ровно потому, что как раз и донайская сечь была последней в нашей истории. И это было уже не в такой далекой истории, как мы с вами привыкли думать, а это было уже первая половина XIX века. То есть в тот момент, когда мы уже начали думать о собственной государственности, возрождении Украины, языка, который начал уже создаваться в этот момент на территории нашей страны, происходило в 1830-1840 годах. На тот момент как раз и продолжала существовать задунайская сечь. И как раз существование уже не одной, а двух и даже трех Украин. И было основой для того, чтобы украинцы снова начали чувствовать себя нацией и почувствовали, что необходимо возрождение для того, чтобы объединиться и создать единую страну. Полувековая история казачества на территории Османской империи вошла в мировую летопись, как отчаянная попытка украинцев сохранить свою национальную идентичность. Ее тонко передал в своей опере «Запорожец за Дунаем» выдающийся композитор, создавая бессмертные образы украинцев-эмигрантов – карася, одарки, Оксаны и Андрея. Автор передал их тоску по родному краю, где тихие воды и ясные зори, где мир крещеный, а народ веселый. И пророчески звучат слова Арии и Андрея «Блаженный день, блаженный час, сияет добрая нам воля». Ария «Блаженный час, сияет зловно больна воля, то рідно овернемось поля, земля кохана жде. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова